Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У нас с парнем странные отношения. Знакомы мы недавно. Характер у него сложный. Значит, если вы знакомы недавно, то хочется спросить, а по поводу чего вы как бы познакомили, да, то есть какой фундамент ваших отношений, на чем вы их выстраиваете. Вы пишете, что характер у человека сложный, а вот что вы имеете в виду и вот как вы сами относитесь к тому, что у человека, ну как вы говорите, сложный характер. Вот. То есть, что для вас это значит. С самого начала он дал понять, что отношений не хочет. Но это говорит о том, что здесь сами отношения выносят в некую такую обособленную форму. То есть, здесь внимание уделяется не человеку самому, как таковому, а именно отношения. Вот. Отношения выделяются в определенную форму. И человек уже как бы подстраивается под эту форму. Это, на мой взгляд, не очень хорошо, потому что человек здесь занимает, получается, вторые роли. Вот. Ну и в целом это мешает восприятию личности. Но они, так или иначе, завязались все-таки, пишете вы. Я думаю, что они не завязались, я думаю, что вы их завязали. Вопрос в том, как. Какие конкретно действия, какую конкретно активность вы продвигали для того, чтобы завязать отношения. Я не могу понять его. А зачем вам его понимать? Вам нужно себя понимать, а другого человека понять невозможно. Понять, что вы хотите по отношению к нему. Понять, что вы чувствуете по отношению к нему. Понять, как вы могли бы это выразить максимально удобным для себя способом. И так далее. Он говорит, что у нас просто секс по дружбе, и что мы, как только разъедемся под моим городом, а мы сейчас работаем вместе в командировке, то останется просто общение. Но это классическая история избегания желания быть независимыми, чем есть на самом деле. В глазах других людей мы выглядим как пары. Ну, опять же, вы не можете поставить себя на место этих самых других людей. Это вы здесь проецируете на других людей то, что вам хочется. А именно, хочется, чтобы вы были парой. Кто начинает спрашивать понравился бы моей маме? Расскажи ли я о нем дочке? Моя лучшая подруга живет с ним в одном городе. Они не знакомы. Он спросил, все ли она про меня знает. Ощущение, как будто он хочет с ней познакомиться или спросить обо мне все, так как я поеду после командировки к ней на несколько дней. То, в общем-то, знакомство их возможно. На мой взгляд, здесь вы сталкиваетесь с ощущением неопределенности. Да, то есть, молодого человека мотают в вторую сторону. Вот. А на себя опереться почему-то вы не можете. Вот. То есть, ну, не доверяйте себе. К чему такие вопросы, если он продолжения не хочет? На этот вопрос ответить, я думаю, невозможно, потому что это другой человек, обсуждая другого человека, я не думаю, что мы правомочные психологи, в смысле. То он раздражается на меня, то очень нежно. Ну, опять же, это может быть связано просто с особенностями человека. Говорите, что никогда не осталось ночевать у девочек. У девочек недавно сам пришел ночью и лег спать со мной. Через несколько дней опять остался. И секс у нас не каждый раз, когда мы вместе, мы можем просто поговорить, посмотреть или фильм посмотреть в обнимку. Ну, это опять же, вы как будто бы вычленяете какие-то крупицы, чтобы что-то для себя понять. То есть, вы хотите определенности, но эту определенность вы видите только во внешнем мире в другом человеке. Вы смотрите на него. Это вот и поражает вашу такую негативную историю. Я испытываю к нему чувства, какие, как вы их выражаете. Недавно я это поняла и привязалась к нему. Я хочу, и как я могу это реализовать. И, собственно, мои чувства к человеку. Ага, мне кажется, он это чувствует, хотя я ему ничего не говорил об этом. Опять же, это проекция. Это проекция перенос. Говорит, что не собирается влюбляться, так как два года назад ему девочка сделала больно, они расстались. С тех пор отношения не заводит. Ну, может быть, тут травма. Если это травма, то, опять же, ее можно проработать с психологом. Я тоже не собирался влюбляться и отношения заводить. Вы оба выносите отношения в определенную форму, как я и сказал, что являются проблемой. Вые отношения придаются слишком большие отношения. Вы пытаетесь их характеризировать, вы пытаетесь их как-то очертить, обозначить. Это вот играет с вами злую шутку. Ситуация вышла бы из-под контроля. Каким образом? Ситуация не вышла бы из-под контроля, если бы вы этого не хотели. До него у меня были мужчины, намного слабее меня. А что вы имеете в виду? Что я слабее, что я сильнее? Я всегда была паровозом. А как так? Для меня это означает, что вы просто не слышали себя, все время обрывались от себя, от своих чувств. И, в общем-то, все больше и больше теряли связь со своим внутренним миром. Вот, вероятно, эту связь со своим внутренним миром, и пришло время восстановить. Он сильнее нашелся тот, кто смог прижать мне хвост. Что вы имеете в виду? Что это такое? Это вы, как бы, про то, что, типа, ну, не знаю, мужчина как-то доминирует, и вам это нравится. Ну, хорошо, только, как сказал мой коллега, гармонии в этом не будет. Потому что, во-первых, в одних отношениях вы доминируете, в других отношениях над вами доминируют. Ну, как бы, баланса-то нет. Хоть он и младше меня. Как это связано с возрастом? С ним я чувствую себя женщиной. То есть, вы чувствуете себя женщиной, когда над вами доминируют? Это про обесценивание довольно сильно себя. Что мне делать? Что делать? Чтобы что? Ну, вот, чтобы что? Какая цель? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Что это позволит вам начать над собой работу.